часть 2 The Brush 2019 рыцарь будем делать вот этот наплечник доспех вот этот что нужно сделать мы его сейчас выбираем так вот плохо что да нету здесь как в блендер вот этих всех единицы на нам паде двойка на нам паде тройка и так далее теперь перекручиваем теперь в такое положение и нам нужен именно вот такой вот вид но лично мне вы можете конечно тут лепить но лепить лучше конечно вот такой вот таком положении x симметрия вы включаете симметрию и уже по симметрии лепите теперь что я сделаю я возьму геометрии и сделаю модифика полжи мира and well для чего ну чтобы вот симметрию эту поймать так теперь чуть-чуть наверное его растяну вот таким вот образом и пусть он пока такой маленький но потом я его хочу сделать вообще большим вот здесь там большой чтобы был и с керасой соединить наверно теперь я его экспортирую на рабочий стол и буду лепить все это дело в любимой моей программе скульпту из альфа 6 и так скульпту из альфа 6 импортируем сюда вот эту нашу болванку наплечник открываем нью сцен вот он появился включаем симметрию и опять же вы сейчас кто-то задаст вопрос кто не видел предыдущие ролики почему именно здесь они продолжать именно в забрать то потому что принцип тот же а здесь мне как-то удобнее именно вот эта программа скульпт из альфа 6 она создана для болванок в блендер все забрать все это как-то все равно грубовато идет а здесь все мягко все офигенно так погнали по симметрии и что сделаем переключимся на клей посмотрим как она рисует так вот эта кисточка прибавим ей именно интенсивности и будем вот так вот здесь накидывать массу накидываем массу просто так просто нужно добавить объема здесь все работает мягко хорошо так что используйте эту программу так я еще больше сюда прям понакидаю и сейчас буду флата нам все это дело преображать в нормальную какую-то именно форму так здесь тоже побольше здесь я тоже побольше сделаю чуть-чуть здесь наверное вот так вот зайду на нет что-то выглядеть где-то что-то еще так вот обведу я хочу чтобы она была мощная здесь будет голова льва крепится к террасе она будет вот этой частью здесь будет еще возможно ремни беру флатон кисточку теперь побольше интенсивность желательно поменьше чтобы как бы мягче контролировать вот это вот вот эту ситуацию нужно контролировать чтобы она не убирала много так здесь мы уплотняем сетку кстати сетку кто хочет посмотреть вы видите что здесь где я провожу она вот чуть-чуть становится плотная здесь так и останется если вы хотите на лоу поле работать то убирайте детализацию и будет вообще нормально ну сетка какая была у вас такая и будет оставаться вот такая штукенция тут так это вот таким вот образом здесь я тоже как бы на нет уйду и здесь вот в этой программе желательно когда вы что-то делаете делайте под разными углами никогда не делайте в лоб и и так все все это тогда здесь будет неинтересно работать вот так вот именно нужны вот эти вот ракурсы углы вот здесь вы попрямляли допустим теперь нам нужно уплотнить вот эту ну не уплотнить а сделать вот эту сетку мы берем и вот так вот интенсивность чуть-чуть побольше кисточку чуть-чуть поменьше именно выбирайте тот размер который вам нужен вот так вот так и под углом вот так все это дело закругляете так это тоже поправляем здесь тоже поправляем сглаживаем если где-то у вас сбивается рисунок вот этот угол да то желательно вот пройти вот этим кризом вот так вот по канту показать программе что именно вот эта часть не трогается ну как вы будете зацеплять но она изменяться не будет потому что программа понимает что здесь уже есть надрез так вот таким вот образом так сильно поставил control z возврат точно так же как и в the brush control z и control shift z назад ну на шаг вперед а control z на шаг назад так если вот сбивается вот этот верхний как сказать угол прибавляете и вот так его накидываете побольше а потом флатеном под углом просто его заостряете вот так вот и потом кисточку поменьше делает ему вот ту форму которая вам нужна вот так вот ну что то в таком духе здесь опять же я хочу сделать чтобы он повторюсь был помощнее почему потому что ну будет персонаж как бы стилизованный мультяшный и хочу сделать вот этот доспех вот этот доспех именно под анимацию чтобы можно было кости именно вертеть вот эти косточки сюда будет подходить так это будет где-то вот в таком духе где-то шифтом можно уже выгладить ну а где мы чуть-чуть не дотянули или много убрали здесь можно уже вот этой кисточкой граб чуть-чуть все это дело ровненько повытягивать так то же самое можно было замаскировать в ZBrush конечно и просто вытянуть но это слишком будет непонятно ну в смысле не то что непонятно как же это сказать какая-то индивидуальность она потеряется от этого доспеха так ну вытягивать по-любому что-то будем вот так и Ctrl Z Ctrl Z и немножко еще пролепим так теперь кисточку поменьше ну в смысле интенсивность да и будем вот так вот чуть-чуть прорабатывать где-то ямка мы ее заполним где-то шифтом выгладим ямка исчезнет вот такая штукенция так что тут получается ну в принципе все заготовка нормальная единственно что еще я хочу сделать это заготовка будет гнуться так давайте замаскируем все это дело опять же через Ctrl кисточку поменьше и вот этот кант чтобы нам не зацепить вот так так есть такое дело теперь берем граб кисточку побольше середину ловим и вот так это все дело вытягиваем так вот таким вот образом где-то вот так наверное вот так вот и ctrl и также переключается принцип работы как и в зебраше все тоже самое здесь только четыре кисточки так есть такое дело опять же ctrl и и вот эту часть вот так вот так и теперь флата нам вот эту часть пройдем так есть такое дело и теперь так вот эту часть чуть пусть она ровнее будет вот эта часть пусть ровнее так вот с углом а эту часть вот эту часть я наверно тоже чуть-чуть вытянул вот так а эту вот так удавлю в control левая кнопка мыши снимаем вот это выделение так кисточку поменьше через shift все это дело выглаживаем так ну и все заготовка готова сейчас будем ее забрать добавлять сюда льва может быть где-то тут еще порезы какие-то поставим вот такие штукенцы здесь можно под замок под ремни добавить какую-то штуку но это уже забрать сейчас посмотрим экспортируем ее наплечник сохраняем переписываем идем забрать и так импортируем сюда нашу вот эту заготовку болванку рабочий стул делаем ей скайл так control z x симметрия чтобы по иксона тянула по центру больше становилось так alt левая кнопка мыши перекручиваем гизма так control z икс симметрию отключаем и теперь перекручиваем а пардонте мы же будем еще льва делать значит так control z alt поставим вот сюда центр именно гизма drive переделаем сетку геометрии тут треугольниками она сделаем ее квадратами побольше поставим так теперь что сделаем шифтом пойдем аккуратненько так теперь подгрузим текстуру именно льва любую можете скачать но если хотите можете просто вылепить это тоже не проблема я тут скачал кое-какую голову импорт прикольная будет так вот сюда и устанавливаем z отключаем чтобы поближе вам было видно вот поставлю персонажа можно отключить z включаем глаз прибавляем размер устанавливаем и посмотрим что получится подойдет ли это голова надо опять же экспериментировать ставим стандартную кисть нарисования и вот это все дело зарисовываем и так голова получилось но сейчас ее вытягивать ну никак нельзя кстати можно вот когда вы нарисовали голову вот по ней прям и лепить но мы сделаем вот так значит c выберем вот этот цвет теперь включим их симметрию и нужно вот этого персонажа вот эту всю модель закрасить смотрим чтобы у нас не было где-то вот таких вот белых прорех вот они что от картинки получаются вот эти вот прорехи нам не нужны и вот это тоже где-то что-то закрасим так вот здесь вот тоже нужно подкрасить кант чтобы он не вытягивал нам какие-то детали которые нам не нужны более светлые вот так вот что-то теперь значит c и опять же их симметрия продолжаем все это дело закрашивать смотрите здесь вот красить уже нельзя вот где идет лев вот этот если вы сейчас тут начнете красить вы его закрасить и вот такая штука так посмотрим если а ну-ка если вот так вот мазнуть а не пардонте модель толстая значит ничего не будет так все тогда я обшибся бывает такая штукенца так во ну а теперь смотрим что получится делаем геометрии так пардонте делаем маскинг находим mask be color mask be интенсив и пробуем все это дело вытянуть так посмотрим как вытягивается что тут вообще получается снимем маску снимем маску отключим значит цвет переключимся на белый цвет ну вот в принципе ничего так офигенный лев офигенный лев смотрим как он выглядит сбоку ничего не беда мы это сейчас подправим выбираем значит кисточку move apology если рисунок подошел конечно он так не будет но бывает что рисунки вот таким вот образом выдавливаются пусть это со скульптуры делана так это значит вытягиваем смотрим как у нас подключилась икс симметрия все икс симметрия есть и я хочу вот этот нос вытянуть с этой губой вперед вот сюда сейчас я это все еще хочу пролепить вот так растянуть ну опять же лепить можно здесь а можно в скульпте с альфа 6 слегка все это дело выглаживаем так кисточку можно побольше волос можно не затрагивать а вот здесь вот в принципе можно и волос чуть-чуть сгладить вот так теперь убираю кисточку clay build и сейчас я тут поднабросаю уже без комментарий на ускоренном интенсивность только на двоечку и погнали как и и просто это и и и и и и и Продолжение следует... 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 так здесь вот так побольше и все это дело выгладим так вот этих углов я не хочу чтоб они были здесь кирасу чуть-чуть поднадуем так но это все будем пролепливать но вот эту часть хочу придавить чтобы сразу держать ориентир именно где находится толщина все вот такая заготовка в следующем ролике будем делать вот эту кирасу так здесь чуть тоньше все равно будем пролепливать так вот эту часть на тоже приблизим типа к заднице потому что я хочу чтобы вот эта часть тоже двигалась и здесь сделать какую-то мягкую мягкий переход чтобы здесь как бы пояс был и по поясу все это дело гнулось чтобы не было при анимации вида что металлический вот этот ну как металлическая штукенца вот это начинает гнуться ломаться ну такая штука штука так теперь файл сохраняем и раз он сохранен я хочу попробовать как это будет выглядеть вот этот вот наплечник на плече может быть какие-то детали придется доработать потом чуть-чуть назад его и чуть-чуть к верху я хочу чтобы он вот здесь как бы находился повыше получится ну вот чтобы он ходил именно вот эта часть работала с рукой я не хочу чтобы он просто был на плечах а руки под ним именно действовали я хочу чтобы вот эти плечи с львами тоже ходили или на одном плече будет лев или на двух сейчас вот посмотрим сделаем геометри модифитопологи мира and well ну в принципе смотрится неплохо но голову я хочу наверное еще сделать поменьше или в принципе нормального такая голова шлем надо еще будет добавить здесь вот потом будем постепенно повторюсь будем делать на руки вот эти вот накладки где-то не знаю тут материал какой-то допустим ну при анимации я хочу чтобы не делать вот этот так вот не работать с движением вот этих вещей посмотрим как получится все всем пока до свидания пока вот такой результат